Дорогой победитель, дорогая королева, дорогой король над королями, и вот мы подошли с вами к новой ступени развития вашей светлой, гениальной, фантастической, доброй, великодушной, сильной, оптимистичной, мегагениальной личности. Когда-то Аристотель сказал, две с половиной тысячи лет назад, горе тем людям, кто является рабом своих чувств. Вот мы подошли с вами к новой ступени развития. Это упражнение называется «Я хозяин своих чувств». Итак, наступила неделя позитивных, светлых чувств. Упражнение выполняется очень просто. Вообще, запомните, друзья, все гениальное. Утверждаю, это просто и понятно. Гениальность и простота – это две сестры, которые всегда ходят и держат друг друга за руку. Мы не можем повлиять на внешний мир, на многие факторы геополитические, макроэкономические, экономические. Но мы можем повлиять на свое настроение, на свои чувства. Никогда, подчеркиваю, дорогие победители, никогда не отдавайте пульт управления, джойстик своими чувствами кому-то. Никому никогда не отдавайте. Вы хозяин своих чувств. Упражнение выполняется очень просто. Смотрите, я нарисую. А в нас, в человеках, есть как бы две сущности. Одна сущность, вот тело само, инстинкты, досталась нам от животных. А душа и интеллект от Бога. И вот эти животные чувства, инстинкты, они нам очень мешают жить. Очень мешают жить. Почему? Потому что животные не могут управлять своими инстинктами. Ну, как собачки Павлова, понимаете? Кнопка банан. Удар палки вцепится в руку, в горло. Животные инстинкты. Вот мы победители с вами. Почему еще гордо называем себя победителями? Как корабль назовешь, так он и поплывет. Потому что мы боремся и побеждаем животные, скотские инстинкты. Как мы это делаем? При помощи упражнения я хозяин своих чувств. Итак, смотрите. Вот это вы. У вас, я рисую, нейтральное настроение. И очень часто, к сожалению, в жизни бывает так, что мы подвергаемся агрессии, несправедливому хамству, унижению, клевете. Вот такая злюка какая-то, да? Что происходит? Смотрите. Хамство, оскорбление, избиение, воровство, несправедливость. Ох, как больно бьет несправедливость. А еще больнее бьет неблагодарность. И вот все эти негативные чувства, да? Несправедливость, неблагодарность, злость, клевета, воровство, избиение, насилие. Вот все негативные воздействия, которые только могут быть. Если бы мы были с вами животным, то мы бы всегда реагировали как животное. Ненавистью, злостью, обидой, болью душевной. Но мы с вами люди. Мы созданы по подобию Бога. И мы прошли для тех, кто придерживается теории эволюции, мы прошли очень важный путь. От хрюхрю животных до людей, которые могут управлять своими чувствами. Быть свободными от скотских животных инстинктов. Как это делается? Как это происходит? Да очень просто. Вот смотрите. Пошло на вас негативное воздействие. Подчеркиваю, оно может быть абсолютно любое. Черное. Злость, обида, избиение, воровство. Несправедливость, клевета. Вот любое воздействие, да? Вот оно самое несправедливое. Самое обидное. Да, еще особенно, когда близкие, родные люди. Ну, родные люди, близкие, это тренажеры для нас. Мы все равно должны их любить и уважать. Итак, смотрите. Как мы вырабатываем в себе свободу, осознанность. Очень просто. Вот мы не сразу начинаем реагировать с вами, как собачка, понимаете, Павлова, на эти негативные чувства. А мы с вами берем и разрываем искусственно время реакции на эти негативные, болезненные, несправедливые воздействия. А как мы это можем разорвать? Да очень просто. Прежде чем разозлиться, обидеться, разобижаться, нужно сначала досчитать до ста. Вот эту неделю, осознанность и неделя свободы, вот оскорбили, унизили. И несправедливые, а как еще оскорблять-то будут? Конечно, незаслуженные, несправедливые. Вы же, как победитель, себе говорите, стоп, вас трясет, уже адреналин, уже выбросили над почечники, и хочется рвать, злиться, плакать, в истерике биться, обижаться. А вы себе говорите, стоп, я победитель. Я не позволю этим обстоятельствам взять надо мной вверх. И прежде чем включить негативную реакцию, досчитайте до ста. Один, про себя, два, три, четыре, пять. И когда вы научитесь до ста, да брать паузу, победитель, чтобы разозлиться, обидеться, потом мы потихонечку с вами доведем, вы сами доведете, до тысяч. Раньше в австрийской армии было такое правило, если кого-то, неважно, солдат, офицер, кто-то оскорбил или обидел, если он бежал сразу писать жалобу или жаловаться, его жестоко наказывали. Почему? Правило гласило так. Ты имеешь право писать жалобу, жаловаться только через три дня. Понимаете, как хитро и мудро. А почему мы с вами победители при помощи упражнения «я хозяин своих чувств» развиваем важнейшее качество – осознанность. А осознанность для нас с вами – это умение управлять своими мыслями и чувствами. С мыслями мы начали с вами с резинкой уже одерживать выдающиеся победы. А теперь почему еще важно взять под контроль свои чувства. Смотрите, вот это ваше сердце. Я, честно говоря, вот рисую сам сердце, а представляю его размер высотой триллионы световых лет. Шириной триллионы световых лет. Потому что ваше сердце, ваше сознание, ваша душа, ваше суперсознание – они бесконечны. Они намного быстрее скорости света, достигают других галактик и миров. Поэтому смотрите, все очень просто. Когда мы начинаем на кого-то обижаться, злиться, переживать, что происходит? Происходит следующее. Мы берем с вами, да, и выпиваем стакан яда. Ну, понятно, что стакан метафизического яда – это обиды, это злость, это ненависть, это боль, это разочарование, неблагодарность и так далее. Вот мы взяли и вылили в сердце, выпили стакан метафизического яда – злости, боли, обиды, разочарования, неблагодарности и так далее. Теперь вопрос, что с нами происходит? И что происходит с тем человеком, который оскорбил, избил нас, изнасиловал, предал, обманул, ответил черной неблагодарностью на ваше хорошее дело? Он от того, что вы выпили метафизического яда, и у вас этот яд начинает что делать? Он же начинает сердце разъедать, душу, правда же? Вы как бы второй раз себе сами наносите удар. А вот тот человек-то, он как-то пострадает от того, что вы выпили злость, ненависть и обиду? Да нет. Вот каждый день просыпаясь, у вас новая жизнь. Вот поймите это, дорогой победитель. Каждый день проснувшись, у вас наступает новая жизнь. И все, что было вчера, это в прошлом. И обида, злость, прошлое – это такая запись, фантом. Ну такой чип, да, информационная запись, видеопленка такая негативная. Вот вы с утра проснулись, и важно наполнять свое сердце, свою душу радостью, счастьем при помощи 200 улыбок, при помощи осанки, при помощи упражнения «Будьте здоровы», при помощи резиночки, упражнения «Хозяин мысли». Но если вы это делаете только вы, нажимаете кнопку «плей» и заново начинаете прокручивать эти воспоминания «я», как вас избили, изнасиловали, обворовали, предали, обманули, подставили, как ответили черной неблагодарностью на ваше доброе дело. Вот смотрите, это очень важно понять один раз, вот это прошлое, его не вернуть, его нету, ребята, это просто запись, изменить в нем ничего нельзя, а вот это ваше светлое будущее, светлое, счастливое, жизнерадостное будущее, наполненное богатством, радостью, любовью людей и уважением. И когда вы проснулись сегодня, вот здесь и сейчас, ну прошлое его нет, понимаете, есть только вы здесь и сейчас. И если вы берете, как в ютюбе, да, в ютюбе нажимаете «плей» негативные воспоминания, а еще добавляете туда стакан яда, обиды, злости метафизические, вы убиваете уже и этот день, который наступил. Люди не могут разобраться, что прошлое это прошлое, не надо его трогать, а нужно каждое утро создавать новую личность и будущее. Это очень важно. И вот это упражнение, да, разрыв времени между оскорблением и нашей реакцией научит вас в конечном итоге не обижаться вообще в принципе. Вас невозможно через год-два, я гарантирую, как интеллект-тренер, обидеть, оскорбить, унизить. Почему? Потому что вы со временем делая упражнение это, вдруг осознаете, ну а зачем мне обижаться через тысячу, когда я раз посчитал, десять тысяч? Зачем вообще обижаться и злиться? Это же ваша душа, ваше сознание, ваша жизнь. И здесь, в этот момент, произойдет настоящее чудо. Вы станете свободны. Это упражнение придумал и описал мой один из любимейших психологов, ученых Виктор Франк. Это величайший гражданин мира, который прошел три смертельных концлагеря. Убили его родителей, жену. Он сам был на грани жизни и смерти. Но даже в этом страшном аду, благодаря этому упражнению, он был свободен. Он был свободен, чем палачи и надсмотрщики, которые его охраняли и избивали. Почему? Потому что они были винтиками, они были рукой злодеев Гитлера, какого-нибудь Геббельса, Геринга и всякой этой нечисти, нелюдей. А он в этом аду оставался человеком. Они избивали его, морили голодом, но он разрывал свою реакцию и не позволял злости, обиде, ненависти наполнять свою душу. Он как солнышко был, он вдохновлял заключенных, подбадривал их, помогал. И при этом, когда были минуты времени от каторжных работ и избиений, он писал свои научные книги ради людей. Это и есть свобода, свобода выбора хорошего или плохого настроения, злости, ненависти или счастья и радости, любви или обиды. И при помощи этого упражнения, а вы обязательно отмечайте, вот очень важно осознанность развивать, когда в начале пути мы идем и в конце пишем результаты, свои плюсы и достижения. При помощи двух упражнений, да всех упражнений наших, при помощи всех упражнений, я хозяин своих мыслей, я хозяин своих чувств, вы развиваете в себе осознанность. А осознанность это умение управлять своими мыслями, чувствами и моделью поведения. А когда вы научились управлять, вот представьте, вы утром просыпаетесь, открываете шкаф с улыбочкой, еще спите полусонные, устали, не выспались, но уже улыбаетесь и осанку распрямляете плечи. И вот черная одежда и белая. И ваш выбор, какой одеть сегодня. Вот точно так же будет происходить с вашими чувствами всю жизнь. Вы просыпаться с утра будете, скажете, нет, ненависть, обида, боль, злость, неблага, это не для меня. А вот счастье, радость, любовь, доброта, великодушие, одно доброе, светлое сердце побеждают тысячные армии злодеев и нелюдей. А я еще раз призываю вас каждый день идти по пути развития личности, развивать свою силу духа, оптимизм, гениальность, выполнять все упражнения, которые мы с вами уже начали выполнять. Но эту неделю мы делаем акцент на управление нашими чувствами. Удачи, не сдавайтесь, как бы ни было тяжело. Но я от всего интеллект-тренерского сердца желаю вам и всем вашим близким и родным счастья, удачи, оптимизма, богатства, радости, хороших друзей и новых побед над животными инстинктами.